Друзья, я понимаю, что я вам уже надоела, но... Так как в инстаграме я постила рецепт синабонов только в текстовом формате, я решила сделать видео для ютуба, чтобы рецепт был для вас понятнее. Вы можете приготовить тесто на булочке вручную, я так делала на даче, где нет никакой вспомогательной техники. Но сейчас у меня есть планетарный миксер. Устанавливаем насадку крюк и понеслась. До крошки смешиваем муку и холодное сливочное масло. Вообще будет быстрее сделать это с помощью насадки весло, а после уже установить крюк. Также процесс пойдет быстрее, если порубить масло на кубики. Периодически прохожусь лопаткой по стенкам деже. Далее добавляем дрожжи, затем соль, сахар, молоко комнатной температуры и яйца. Тесто получается крутым, но густота может напрямую зависеть от ингредиентов. Оно может получиться очень густым или средним. Булочки получатся при любом раскладе, поверьте. Вымешиваем тесто до однородности, смазываем контейнер или миску маслом. Я распыляю из баллона масло для жарки и перекладываем тесто. Накрываем крышкой или пленкой и оставляем тесто бродить на 2 часа. Через час мы сделаем обминку теста. Брожение происходит 2 часа при комнатной температуре. Если вы хотите увеличить это время, уберите тесто в холодильник. Пока тесто бродит, у нас есть время сходить за орешками. Да, Степ, пойдем в магазин. Мы пошли в магазин. Мы добыли пекан. Конечно, 500 рублей за 300 грамм ореха это жирно, но я люблю синабоны именно с пеканом. Пока тесто бродит, займемся орешками. Нам необходимо обжарить орехи, чтобы они были вкусными и хрустящими. Не пропускайте этот процесс, потому что нет ничего отвратительнее сырых орехов. Вы можете обжарить орехи на сковороде, но для меня это запарно, потому что отходить от плиты во время жарки нельзя, иначе орехи могут сгореть. Поэтому я предпочитаю жарить орехи через духовку. Выкладываю орехи на противень в один слой, заодно проверяю, нет ли в орехах скорлупы. Оставляю орехи в духовке и забываю про них на полчаса. Спустя час брожения подворачиваем тесто. Я делаю это мокрыми руками, так тесто не прилипает. Оставляем тесто еще на один час. Пока подготовим начинку. Для начинки нам необходимо смешать тростниковый сахар с молотой корицей. Тростникового сахара у меня оказалось недостаточно, поэтому я заменила недостающую часть на белый сахар. Добавляем корицу. Вы конечно же можете убрать корицу из рецепта и использовать только сахар, но это уже конечно будут не сенабоны. И для начинки нам понадобится очень мягкое, как крем, сливочное масло. Вы можете оставить просто его при комнатной температуре, либо можете сделать как я и растапливать масло импульсами по 10 секунд в микроволновке. Вот такое мягкое масло нам нужно. Сделаем крем из маскарпоне, сахарной пудры и молока. Сначала разминаем маскарпоне лопаткой. Затем взбиваем крем венчиком. У нас получается крем, напоминающий по густоте 30% сметану. Накрываю крем пакетом и убираю в холодильник до использования. Тесто подошло. Подпыляем мукой рабочий стол и тесто. Затем предварительно руками формируем из теста прямоугольник. Теперь раскатываем скалкой прямоугольник толщиной примерно в 1 см. Тесто очень податливое, поэтому это совсем не сложно, справится даже ребенок. Я сделала двойную порцию теста, чтобы угостить друзей, поэтому у меня получилась такая широкая простыня. Теперь распределяем мягкое масло по всей площади теста. Я делаю это силиконовой лопаткой. Не пропускаем края. Затем поверх посыпаем тесто смесью из сахара и корицы. Слой должен быть равномерным. Вам покажется, что смеси очень много, но используйте все без остатка. Теперь самое интересное. Скручиваем тесто в плотный рулет. Для того, чтобы скрутка была плотной, я оттягиваю тесто от себя, затем плотно скручиваю его в направлении к себе. Край защипываю сверху. Теперь шпателем или ножом делю тесто на равные части. У меня есть несколько стеклянных и керамических форм для выпечки. Укладываю в них заготовки. Делать это нужно с умом, потому что булочки сильно вырастут в ширину. Накрываем формы пленкой и оставляем заготовки на часовую расстойку. Наводим чистоту и режем обжаренные орехи. Вообще, можно обойтись без орехов, но зачем отказывать себе в удовольствии, когда жизнь так коротка. Ставим заготовки в духовку и с замиранием сердца наблюдаем за ростом булочек. Субтитры сделал DimaTorzok Обычно синабоны покрывают кремом, пока они еще горячие, но тогда крем растекается и становится прозрачным. Я же жду полного остывания булок, затем покрываю их холодным кремом. Сверху щедро посыпаем булки пеканом. Я храню булочки в таком виде под пленкой в холодильнике. А когда хочу съесть, разогреваю булочку в микроволновке 30 секунд. Булочки получаются очень мягкими и воздушными. Обожаю их уплетать с холодным молоком. Пу-пу!